Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня хочу вам показать 4 новые книжки, которые у нас появились. Очень они интересные и необычные. Одна у нас по трикотажу, другая по полотнам, по, соответственно, лекалам и макетированию. Давайте я начну с книжки по трикотажу. Она идеально подойдет для тех, кто занимается трикотажем, вязанием, особенно на ручной машинке. Здесь подробно все собрано и расписано. Начинается, естественно, все с приготовления. Рассказано про вязальное оборудование, как оно выглядит, про ручное вязальное оборудование. Вот смотрите, каретки, как данные машины работают, все гребенки, декеры и все остальное. То, что называют цапочками, которые грузики для оттяжки, все здесь показали. Смотрите, даже перфокарты. Ну, потому что большинство ручных машин, а не именно с перфокартами, и это будет актуально. Примеры того, как вяжется, на каком классе и так далее. Схемы, как выглядят те или иные, соответственно, полотна. Информация о пряжах. Очень детально здесь сделано. Смотрите, примеры, как создается дизайн, как это все формируется. Просто я трикотажник, и для меня это прям вот все родное. У меня в свое время тоже была такая машинка, но последние лет 10 я уже не вязала на такой машинке. Поэтому, как делать заработок за дел, как, соответственно, работать с иголочками. Вот эти вот крючочки называются иглами. Вот, видите, как закрывать, как все. Это вот базовые основы. Здесь они все показаны. Дальше показаны разнообразные материалы. И как с ними работать разнообразные переплетения, перфокарты. Конечно же, у каждой машинки. У меня был сивер, например. Там свои вот эти вот инструкции. Но принципы везде одинаковые. Это именно такое, ну, механизированное, но все-таки более ручная вязка. Когда вы руками, получается, эту каретку дергаете, да, есть, там, что ли, шимосейки, они целиком полностью сами эту функцию выполняют. Но смысл такой. Вот разные переплетения, как они формируются. В принципе, для вдохновения, для понимания очень классно. Сразу показано, как просчитывать конструкцию, как ей заниматься, как это все делать, как делать правильно сбавки, как формировать нужную линию и так далее. Ну, то есть, вот машин, для тех, кто вяжет на машинке, книжка такая мечта. Следующая книжка, которую я хочу показать, это по, соответственно, полотнам, по сырью, которое есть. И здесь вот все это наглядно показано, какие есть нитки, как они крутятся, как создаются полотна. Это все вот детально здесь разобрано, показано. Смотрите, ткацкие станки, тоже трикотаж задействован, валяние. Кстати, я в свое время и валянием занималась, тоже мне очень это нравилось. У нас есть прекрасная конвольная фабрика, там можно покупать шерсть. И, соответственно, все это делается. Вот здесь очень подробно все это разобрано, показано. Найдете много идей, много вдохновения. Здесь есть информация по цвету. Ну, это стандартная цветовая теория. Вот. Соответственно, как это все формируется. Разнообразные мудборды, поиск картинок и так далее. Все-все-все здесь у нас с вами присутствует. Вот такой момент. Кстати, производители пряжи, вот они часто дают такие красивые очень карты. И можно у них выбирать, смотреть, какая у них пряжа. Тоже это очень приятно. Видите, животные волокна. И вот здесь вот все-все-все подробно разобрано. Ну, то есть лен. Это, по сути, очень хорошая книжка, такой подспорье. Она рассказывает о разных материалах, чтобы было понимание, как и что. Соответственно, как это влияет на экологию, как с этим работают, как происходит обработка полотен. Да, ведь понятно же, что, например, хлопок и лен – это совершенно разные истории. Да, если хлопок, то используется вот эта коробочка непосредственно, то уже у льна используется его стебель, который нужно обработать правильным образом и так далее. Ведь можно использовать и бамбук, и крапиву, и вообще банановые волокна. Пожалуйста, бамбук. Это все вот здесь изложено и все в этой книжке подробно есть. Для тех, кто желает расширить свою технологическую подкованность, да, целлулоза, вот как производится, крайне рекомендую с этой книжкой ознакомиться. Действительно, есть на что посмотреть, есть о чем подумать и как этим можно воспользоваться. И две книжечки, которые больше подходят именно для создания уже изделия, для конструкторов. Это книжка по системе муляжирования. У нас, кстати, есть разные авторы, которые занимаются муляжом. И вот это еще одна книжка в коллекцию из того, что у нас уже есть. На мой взгляд, очень интересная, очень подробная. Как и большинство книг такого рода, она выполнена в формате комикса, когда вы смотрите и последовательно картинки с описанием вам показывают, как что делать. Вот как наколку, как, видите, полочку, как разметить манекен. Это тоже как бы основа. И вот здесь вот все-все-все подробно показано, рассказано и объяснено. Можно создавать методом наколки самые сложные конструкции, которые просто классическим конструированием построить сложно. И это действительно под спорью. Я считаю, что нужно уметь и то, и другое. Нас в институте этому учили. То есть не голословно про это говорю. У нас был очень строгий преподаватель, но я ему безумно благодарна, потому что он действительно научил работать, научил это все делать. Это не просто сначала ткань не слушается, к ней нужно приноровиться, нужно привыкнуть, нужно понять, как втыкается иголка в манекен, да, и так далее. Ну, в общем-то, вот. Наверное, самый большой был прикол, когда мы в метро ездили с манекенами. Потому что, притом, мало того, что ты тащишь сам манекен, а если у тебя, например, там верхнее плечевое изделие, ну, например, какой-нибудь жакет, то еще ничего. А если у тебя юбка, то тебе еще и ногу надо с собой вести. Ну, в общем, дома наколол, и потом, чтобы оно не помялось, в больших сумках таскали все это. Ну, здесь все подробно разобрано, показано, как бы. Вот скотч меня не учили работать, но, насколько я понимаю, он здорово фиксирует край, и это достаточно удобно. Ну, что, вот такая книжечка. И еще одна книжка по созданию лекал. Соответственно, как это все происходит, как это все выглядит тоже. Как и во всех книжках все начинается от печки, и подробно все рассказывается, показывается. Именно такой достаточно, я бы сказала, свой подход в этой книжке. То есть не такой стандартный. А все-таки есть какие-то моменты, как снимать мерки. Ну, это всегда здорово уметь и делать. Помню, тогда над нами смеялись, как померить обхват плеча, потому что все плечом считают, ну, плечевой скат, а не руку. Вот, смотрите, лекалы, как использовать линейки, где какая используется. Все-все-все подробно рассказано и показано. Соответственно, какая точка, куда приходится. Это тоже важно понимать, как форму делать. Не работала с этой методикой. Вот, не могу сказать, насколько хорошо садятся выкройки по данной методике. Но очень интересный подход. Соответственно, здесь с примерами, с макетами, то есть не просто так голословно. И смотрите тоже везде то, что я обычно говорю в работе в Adobe Illustrator. Вот это все выполнено в векторной графике. Это не растровая графика, вот это я вам точно могу сказать. То есть вся книжка, по сути, адресована в иллюстраторе. То есть для швейников вектор это прям must-have. И естественно, здесь, возможно, какие-то моменты выдернуты из сапра. Может быть, что-то типа графиса. Но очень много всего. Вот это вот, это вот чистый вектор. То есть взятые фотографии, на ней вектором нарисовано. По линии вижу, что вектор. Потому что в растровая линия, она такая, все-таки пикселит. А вот это вот все векторное. И вот, собственно говоря, куда пойти работать. Да, школа шитья. Соответственно, оформление книг, оформление технологических схем. Все нужно, это востребованная профессия. Вот такая история. Так что вот такие четыре новые книжки у нас появились. Сейчас они есть в наличии. Их можно приобрести. Будут они в дальнейшем или нет, не знаю. Я оставлю в описании к этому видео ссылочку. Можете перейти на наш магазин, посмотреть и приобрести данную литературу. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok